Скульптор в третьем поколении, представитель прославленной творческой династии, входит в золотую тридцатку лучших скульпторов мира. Его работы без преувеличения знает каждый, даже если не помнит фамилию создателя. Достоевский у библиотеки Ленина, Юрий Никулин перед цирком на Цветном бульваре, Александр II у Храма Христа Спасителя, Растропович в Брюсовом переулке, Шолохов на Гоголевском бульваре, памятник Высоцкому на Ваганьковском, Вахтангов на Арбате. Перечислять можно еще долго. Все это дело рук Александра Рукавишникова, в прямом смысле этого слова. Он старается ваять так, чтобы не было стыдно перед вечностью, ведь скульптуры, как и рукописи, не горят. Сегодня мой герой – скульптор, народный художник Российской Федерации, профессор, действительный член Российской Академии Художеств, Александр Рукавишников. Здравствуйте, Александр Ульянович. Очень рада я вас видеть. Спасибо большое вам. Я никогда даже не могла предположить, что Александр Рукавишников – знаменитый скульптор. Вы сейчас можете заткнуть уши, как непафосный человек. На мой взгляд, гений, да, гениальный скульптор. Это я не слышал. Да, не слушайте. Будет моим героем. Я вот что хочу спросить. Я когда разговариваю с артистами, с драматургами, с режиссерами, которые тоже мои герои, я очень часто слышу, что люди не любят смотреть, я не знаю, на себя на экране, не любят смотреть фильмы, которые там они поставили, даже очень большие режиссеры. А вы любите свои работы? Ну, как вам сказать, я стараюсь делать все искренне и честно. И это как бы у меня так на первое место, да, выделяю. Я очень расстраиваюсь, когда, делая честно, в свое время, значит, проходит время, и потом ты увидел, так у меня было в Смоленске недавно, увидел и расстроился, и разочаровался. Потому что у меня был молодой достаточно, там делал Микешина. И увидел памятник лет через 35-40, наверное, после того, как сделал. И я так им гордился, мне казалось, что он такой прям необычный. А он такой оказался, ну, ничего так, но посредственный. И вот, и я как раз вот расстроился, думаю, вот это такое ощущение. Понятно. Фамилия Рукавишников знаменитая. Ну, это благодаря отцу еще. И дедушке Митрофану. Дедушке уж сейчас немножко, там, при помощи такая есть у меня подруга-искусствовед Ирина Седова. Я ей благодарен, что она немножко его реанимировала, потому что он подзабыт был все-таки. Расскажите немножко вот о них, о предках, о ваших. Род, значит, прослеживаю где-то там в 17-й век, наверное. Мне так нашептали в Нижнем Новгороде, что там типа полубандиты были вообще там на дорогах. Прямо, да? Да, и потом в купцы как-то они там... Ну да, Рукавишникова такая купеческая фамилия, купецкая. Ну она, да, вот она как-то купеческая, она известна, в общем. Вот, ну и потом они там добились, конечно, высот больших, получили дворянство в свое время, там уже когда там дорогу строили. А вот этот дом в Нижнем Новгороде, Рукавишникова, голубой. Это называется дом на обрыве, достаточно знаменитый. Ну там вообще 41 дом принадлежал вот Рукавишникам. А этот дом вот, который на обрыве, чей? Ну его построил Сергей, прадедушка. Может быть, даже начинал его строить еще прапра, Михаил. Ну Михаил был такой еще держиморда, как я понимаю, такой, который вот все и создал, всю империю, накопил денег немыслимое количество и все. А Сергей был такой немножко, на мой взгляд, уже плейбой, который там благотворительность, какие-то там дома для там бедных этих невест, сирот там вот это все, церкви и вот это уже так вам как бы уже. Ну и такие у него были дурацкие проекты, смешные. Ну как дурацкие, смешные. Например, он решил масло, масло выпускать сливочное. И смешно то, что Шехтель у него форму, в которую масло фигачится, у всех там три рубля стоило, а у него пять, типа. Да, но вот эту форму делал Шехтель, великий архитектор. Но они были в приельских отношениях, он жил у него там. Ну вот такие какие-то там много очень смешных моментов. И в революции они уехали, да? Нет, значит, этот умер, слава богу, Сергей, прадед. А эти два остались, два брата, значит, поэт и машинист, вот этот, о котором пишет Цветаева. Анастасия, да, она пишет, что более рассеянного человека я не встречала нигде и никогда. Ну и у него там всякие там подвиги у него, у этого Сергея. Вот два брата, значит, Сергей, поэт и скульптор, мой дед непосредственно, Митрофан. И чем они занимались? То есть дед... Они метались, попав в новую ситуацию, и там работали, типа, вот в этом доме, кстати, они превратили его в дом искусств какой-то, вот эти все утопические, идиотические, в общем, порывы были. И потом постепенно они переехали в Москву почему-то, думая, что будет это лучше. Бедствовали, в общем. Хотя Сергей по эксцентричности своей, значит, он женившись на какой-то женщине, которая руководила всеми цирками страны Советов. И он там любил, значит, когда там жрать нечего, там все, он любил приехать на восьмерке, запряженной цугом цирковых лошадей, в карете, ну, такие какие-то поступки, достаточно дурацкие, из тех еще времен. Да-да-да, уже времена другие, да. Уже жизнь наступила другая. А дед Митрофан? Тоже смешно, что он работал в музее Маркса Энгельса, но был такой скромный, я не застал его, потому что он умер до моего рождения, он умер в 46-м году. А родители как познакомились? В институте отец услышал, это была такая история, отец услышал хриплый голос девичий, который говорит, сейчас бы жара, сейчас бы, говорит, сухого вина хорошо, холодного, махнуть. И вот это мама оказалась моя, Ангелина, да. А она из какой семьи? Мой дед, ее папа художник Филиппов. Ну, такой он дружил с Алексеем Толстым, такой, я так понимаю, умел. Музеи какие-то, музейщики там делал такой. Порядок у него, правда, был идеальный в этих инструментах. Все, у меня до сих пор остались его смешно. Кисти, краски. С тех времен, представляете? Бумага французская, там какие-то, те самые, рулоны большие. Ну и какие-то он там писал вещи. Ну, я сейчас вот несколько штук имею, и на стенах радуюсь, они висят. Сразу видно эпоху, вот другая совершенно эпоха. А прадед был, якобы работал где-то там у Фаберже, филиал в Москве был. Да-да-да, был в Москве филиал у Фаберже, да, абсолютно точно. И вот он там был каким-то ювелиром, но говорят, что там якобы главного художника, во что я не очень верю. И маме он давал камушки все время. Алечка, значит, она вспоминала это до смерти. Алечка, вот тебе еще камушек там спрячь, это хороший камушек там. И она все эти камушки во двор, в песочницу, и ничего не осталось на их листах. А она говорит, если бы я сохраняла, может быть, там-то что-то и осталось. Да-да-да. А они учились, родители, на каком факультете? Они в Цуриковском институте, с которым связана наша жизнь всей семьи, потому что я сейчас там заведующий кафедрой скульптуры. И вы его же и окончили, Суриковский институт. И я его и окончил, и все его окончили. А родители в вашем... Ну, естественно, наверное, да, что они в вашем присутствии работали, да? Они делом как-то занимались своим. Ну, конечно, я всегда это сравниваю с цирковыми семьями. Когда болтаешься в мастерской, и там какие-то люди вокруг, форматоры, там резчики по камню, вот это все. Водка и колбаса, все. Ну, жизнь. Разговоры. Мат, сами понимаете, такой, что там трудно. Дым от папироса. Папирос, конечно, конечно, очень романтично. Вот скульптор тогда и скульптор сейчас, это совершенно разные вообще люди и профессии, потому что они были такие метущиеся, такие там на разрыв аворты, да. А сейчас такие все-таки более рациональные. И слава богу, потому что сейчас такие все-таки люди, похожие на людей. А правда, что вы у мамы разбили какого-то Куйбышева или Сталина? Вы видите, когда уронил я глиняную статую... Это голова была или что? Нет, это была фигура. Причем она меня убила бы, если бы я зазевался как бы. Ну, маленький я там крутил ее, а там же как-то станки такие я крутил, да, видно, резко повернул, она упала. А как раз там на следующий день должен был быть художественный совет. Ой, боже мой. Они там ждали, волновались, денег хотели получить. Получить, конечно. А в школе интересно было? Ну, как вам сказать, ну, страшный двоечник. Тупее меня не было никого. И вот это все... Мне единственное жалко было все равно ее бабушку, потому что я возвращаюсь с этим портфелем, и ее лицо... Ну, как? И там опять четыре кола по-русскому. Ошибки там красные, все это. У меня хорошо шла физкультура, рисование какое-нибудь там. Но это вот от скуки или непонятно почему? Вот колы-то эти. Ну, наверное, от скуки, да? Ну, нет, ну, по-английски там ничего... Ну, от скуки, наверное. Ну, нет, ну, почему? Я достаточно горжусь тем, что я тупой в каких-то химиях, физиках, наверное. Алгебрах. Не мое. А спортом занимались? Ну, я достаточно поздно начал заниматься. В 13, мне кажется, я начал заниматься боксом. Ну, тогда все-таки было много шпаны такой. Ну, не очень серьезной, но как бы все равно. Я потом анализировал, думаю, вот что во мне было. Одевали меня в обычное, то, что продается в... Да-да-да-да. Физиономия, ну, круглая физиономия там какая-то. Ну, в общем, ничего такого. Я думаю, манера, видимо, говорить как-то, что ли. И я был такой, называется, макевара. Знаете, в карате удар, значит, ну, репетирует удар. Тренирует удар. Макевара называется. Вот я называл себя макевара. А потом я пошел в бокс, и так немножко все-таки... То есть вас все время поколачивали? Да, все время туда было. Все время приходишь домой. А вы жаловались маме с папой? Ну, обидно, ревел, там, кровь, там, все это, конечно. Ну, что значит жаловался? На кого там жаловаться-то? Ну, да. Ну, обычное дело, подумаешь. А потом, когда начался бокс, все стало проще, да? Стало получше, а потом я начал уже, познакомившись с моим учителем, великим Шторминым, уже заниматься боевыми искусствами, уже жизнь совсем наладилась. А можно тогда было боевыми искусствами заниматься? Ну, каратэ же вообще не приветствовался, что-то там, да? Нельзя, там сажали, вот он, бедный, пострадал лет восемь с половиной, он в самых страшных местах отбыл. Ваш учитель? Ну, он такой легендарный человек, как бы считается отец каратэ. Послушаем его. Ну, я очень хорошо знал отца, Юлиана Митрофановича, великолепный мастер. Я помню, когда мы занимались каратэ, он так с легкой иронией наблюдал, говорит, что вы все ломаете, ломаете, вы бы что-нибудь создали, сделай бы, вы все ломаете. Ну, вот с таким юмором. Умнейший был человек, и мама скульптор тоже была, и дедушка. И у меня нет никакого удивления, что он стал таким великим мастером, потому что у него просто и выхода другого не было. Саша, и в одежде, и в быту, он достаточно скромный человек, такой ближе к тени. Одновременно он, безусловно, гениальный, такой же гениальный, как и скульптор, он гениальный мастер боевых искусств. Он мастер каратэ, занимается он около 50 лет уже и продолжает тренироваться. Во времена СССР это был сильнейший тяжеловес СССР. Выигрывал. У нас даже первенство по томисеваре, это разбивание предметов, он, значит, и в этом был самый мощный. Удивительным образом, как и все большие мастера, умел не показывать своих намерений. Никогда. Любое движение, которое он делал, можно было рассматривать как коронный удар. Он был абсолютно непредсказуем. То есть он не зря был самый, так сказать, сильный. А вы не сейчас занимаетесь, Александр Юрьевич? Ну, по сравнению с тем, что было раньше, это просто детский лепец. Ну, чуть-чуть я занимаюсь так, слегка. Как говорит Алексей Штурмен, вы были самым лучшим. Вам понравился этот спорт, этот вид боевого искусства? Вы знаете, если всерьез говорить, то он в встрече с ним и с этим видом деятельности повлиял вообще на меня. И интересно, что на мое искусство. Потому что я придумал в запальчивости сначала, что чем-то надо выделиться, отличаться. И вот каратист. И начались какие-то иногда интервью в газетке, какие-то московские комсомолисты. А что вы, вы же говорите, что это одно влияет на другое, а другое на то. Я говорю, да-да, это влияет. А сам думаю, что несу? Говорит, ничего не... И начал пробовать это совмещать. Ну, там, спонтанные отношения. Вот когда ты в скульптуре, допустим, первый принцип спонтанные отношения. То есть ты реагируешь на поставленную задачу. И вот начал я и там применять, и там применять. И постепенно получилось. Вот это интересно. Такая вот... И сейчас я применяю, то я уже без этого... И уже преподаю даже ребятам. Вот это спонтанные отношения? Ну, вообще, да. Да-да-да-да. Внутреннее перевоплощение художника, делая какую-то вещь. То ты рациональный ремесленник, чтобы не упала она, как Куйбышев. Да-да-да-да. Сделав каркас, да, сделай, чтобы не... А потом ты гений, отвязный, баллёй, сумасшедший, метущийся. А вы вот в это рабочее состояние как входите, Александр Ульянович? Или вы ждёте муза, когда прилетит, и на вас, вот как это, вот как там девушка с кувшином прольёт елей, и вы ринетесь? Нет-нет. Ну, вы сама прекрасно, вы творческий человек, поэтому сама прекрасно знаете, что это... Я ремесленник, я сажаю себя за шиворот. Но я придумал один ход. Ну, надо же, чтобы пошло вот это с этим-то... Да-да-да, абсолютно, да. С свивышним-то. А то ты портишь. Ты вот посадил себя там, съел яичницу, посадил и начал что-то, и ты портишь. Портишь. Поэтому я придумал. Значит, я заметил, что когда я начинаю вечером убираться, ну, или там ночь, ну, когда уже там поздно, в одиннадцать-двенадцать, уже собаки, которые там все лежат, ждут, когда он этот, чёртов этот, скульптор, уже сил нет уже, они лежат всё равно. Вот, и они уже думают, ну, слава богу, гасит свет, всё, значит, сейчас будет мыть, мыть эти самые, гулять с ними там и так далее. Вот тут я понял, что ты, ходя мимо вот этого своего, этого пресловутого детища, ты смотришь на него не стараясь, а ты смотришь на него, походя раз таким, да, взглядом таким боковым, да, и тут переть начинает, и эти бедные собаки, они опять... Я опять залезаю на это, и они, ёлки-палки, опять это... Понесло его туда. Да-да-да. Хотела спросить про учёбу, про Суриковское училище. Там действительно учились все, и мама, и папа. Когда вы туда пришли, вам там было просто, или все говорили, о-о-о, это-то-то не то, что отец или мать? Да нет, я там, к ней старался. Я считаю, что я был посредственным, вот в нашей группе были способнее, там, я считаю, там несколько человек. Так, постепенно, постепенно, ну вот я вижу свои там первые рисунки какие-то, ну вот так они вроде старательные, там всё, и скульптуры такие же, ну это такое, ну и ученическое, ну не знаю. Но вы там Николы получали, да? Нет, нет, я учился хорошо, там уже всё сразу... Вот такая трансформация произошла после этих школок, когда меня гнобили-гнобили, а то, значит, наоборот, вроде, ничего. Раствёл. Хорошо учился, с отличием, по-моему, закончил. Что происходит, когда человек выпускается из Суриковского института? То есть он дальше идёт... Он начинает, если есть Александр Юлианович, то он начинает ему помогать, этому Александру Юлиановичу. И тот ему платит деньги. Не поняла, кто кому. Вот мои студенты, если я есть, то это замечательно, потому что им есть куда хоть идти и где подрабатывать. Это я понимаю. А если нету? А если нету, всё, каюк. А вы сами, окончив институт, оказались сразу в союзе художников, да? Вас как-то очень быстро туда приняли. Знаете, как приняли? У меня ближайший друг, Царство ему Небесное, недавно ушёл из жизни Михаил Переславец. Вот мы с ним как-то вдвоём всё время вместе были. И вот мы с ним что-то начали... Да, мы в армию пошли, нас забрали в армию там на год, потому что не было военной кафедры. И мы там немножко побегали, потом в музей отсиживались в этом красном уголке, или как там это называлось. Лепили там тоже каких-то калинин, я помню, ещё что-то. А параллельно жизнь шла, и тут выставки какие-то проходили. И наши работы, которые у нас, слава богу, были в то время, значит, родственники или там друзья ставили на эти выставки. Ну, я думаю, что полу по блату, полу по этим работам всё-таки у нас заканчивалась армия, а нас уже приняли в Союз художников. Ох, ничего себе! Ну, по этим работам, да. Ну, непонятно. Вот я помню Мишина работы и свои там в то время. Это было на том уровне, на том этапе, это было такие, ну, такое, в общем, ну, заметные вещи какие-то. И как дальше складывалось? То есть вот вы в Союзе художников с Мишей? Вот там, я помню, вот прекрасно. На ВДНХ почему-то нам сказали, значит, надо сделать рельеф. И мы с ним вдвоём, два автора, значит, делали, да, там, вот рельеф. Пришли мы на художественный совет, где сидят там, я помню, всякие великие вот эти имена, которые я ещё их не видел, но уже слышал о них. И нас в пух и праха... Разнесли? Разнесли так же. Ужас. И правы были, потому что такая, ну, получилась такая. Ну, какая-то она с претензией на модность какую-то тех времён. Тех времён. Ну, всё равно это, конечно, такая ужасная была штучка. История. Николай Шумаков. Занимается творчеством. Вот, ну, выражение такое глупое, но 24 часа в сутки. Он этим занимается. Он по-другому жить не может. И у него вся энергия уходит туда. Что бы он ни делал, в каком бы жанре он ни работал, это всегда изначально абсолютно классическое произведение искусства. У него каждый раз памятник, это живое. Тот же Ростропович там, это виолончель свою мучает. Тот Достоевский сидит в таком напряжении за всю землю, изо всех людей переживает, страдает. У него вот всё такое, абсолютно всё. Он по-другому не может. Он не может делать кондова. Он не может делать стандартно. У него всегда в голове что-то, наверное, с детства переклинило. Он должен всегда делать живо. Александр мудрец. Он мудрец хотя бы потому, что он об этом не говорит. Он молча мудрец. Уж если скажет слово, то всё. Ну, внутри аж всё сжимается от невыносимой такой правды его высказывания. И говорит незатейливо, но говорит мудро. Такие люди у вас тут. Я хотела спросить про памятники, которые в 90-х годах начали массово убирать, да? Такие, сякие, и воздвигать другие. Это имеет смысл? Это интересная тема. Да нет, наверное, потому что всё равно это наивно, это эпоха. Ну, вот, например, Франко, да, в Испании. Ну, вряд ли надо ломать архитектуру и там скульптуры, которые они делали. Ну, хорошо бы остались какие-то образцы. Потому что я вот, например, к язычеству как-то отношусь трогательно, да? И очень хотелось бы, чтобы больше осталось произведений языческих. А православие, я сам крещённый человек, но православие как бы всё время с Америкой, это что у нас, перезагрузка какая-то? Перезагрузка, да-да-да. И всё время тем самым кастрация истории происходит всё время там, да, на тысячи лет. Потому что вот оставшиеся какие-то там плашки какие-то такие с медведями, там ещё что-то, вот русские. Да-да. Они же удивительные силы вообще вещи. Значит, а большие вот эти всякие-то, ну, баб этих степных осталось какое-то количество. Но мало, мало. Капища вообще все, ну, естественно, не уничтожено. Уничтожено, да. Вот, поэтому, не потому что там язычество, там, как религию воспринимать, а как наследие. Да-да-да, что в одной эпохе не уничтожало другую. Конечно. И Советский Союз тот же, который тоже пытался уничтожить христианство, в свою очередь, да. Сколько поломали церквей, да, вот этих, хотя бы Москву взять, там, 40-40-х. Да-да-да-да. Вот у меня была крестная мама, тетя Оля Барановская. У нее был отец великий, который, он и сидел, его и там, я не знаю, что с ним, только не расстреляли. За то, что он спасал церкви. И вот мы многим обязаны ему, что сохранился. И Василий Блажен, он туда залез, там, с каким-то приятелем, там, их оттуда тоже уже взрывать собирались. Много-много монастырей и церквей, которые он спас, обмерил. И даже новоделы, вот на Красной площади, есть маленькая церковь, при входе на Красную площадь, не помню сейчас, как она называется. Вот он ее тоже обмерил, нелегально приезжая в Москву, потому что его сослали за 101 километр после отсидки. И он ее нелегально там обмерил, и вот. На Вас кто-то имеет влияние? В смысле, кто-то может Вам сказать, эта фигура или эта скульптура должна быть выше, ниже, шире, больше, массивней? Или это только Вы сами определяете? Ой, ну, к сожалению, я же жил-то в основном в СССР. Дураков я повидал на своей жизни очень много, поэтому... Как раз, которые говорили, выше, ниже. Здесь секретари обкома какие-то там эти. И поэтому, да, там пытались командовать, но я все-таки стойко, там, я как-то либо отказывался, что я и сейчас делаю. Или говорил, что я... Я такую фразу придумал. Кто-нибудь обращается, сделайте нам там что-нибудь. Я говорю, я буду делать долго, плохо и дорого. Они говорят, хорошо, давайте договоримся. Делайте. Да-да-да. Потому что сейчас многие звонят там, ну, пытаются там как-то конкурировать. И мы сделаем вам дешевле. Я говорю, пожалуйста. Вам приходится когда выбирать, да? Что выбирать? А, объект? Объект, да. Что сделать, да? Вам кто интересен? Генерал или пастух? Или это не важно, генерал он или пастух? Нет, мне, если там, если идет о генерале Скобелеве, то он мне интересен, потому что он неординарный, там, великий, там, все. И пастух тоже хороший. Но некоторые политические деятели, скажем, относительно современные, не буду ее называть фамилией, я отказался от каких-то некоторых предложений. Хотя они по деньгам были очень выгодны, но я сказал, спасибо, я не могу. А что-то сейчас бывает в работе такое, что вас расстраивает? То есть не то место, которое вы задумали? Меня все время все расстраивает, конечно. Потому что работа-то сложная, я вам скажу. У меня вот хочется простоты, когда там пришел, с шеями сапоги. Вот кожа, вот задаток. Я хочу, чтобы ко мне как к сапожнику приходили, да, то есть применять. А то все какие-то вот, какая-то казуистика, какие-то придумали вот эти там, как они называются-то, конкурсы. А, да-да-да-да. Ну, конкурсы, но кто с кем больше выпьет, и кто-то кому больше пообещал, тот и выигрывает. И поэтому мы имеем вот такую жуть, которую по всей России... Я ненавижу современную российскую скульптуру. Потому что она ужасна. Есть хорошие скульпторы, но они им ничего не дают делать. А вот то, что мы имеем везде, вот это для галочки. Сменилась как бы тема. Там были Ленины, да, и кто там... Пионеры какие-то там, да, солдаты. Сейчас вроде тема благородная. Но как они сделаны, так лучше ни того бы, ни другого не было. Потому что, да, священная пустота, она лучше. Вот мы на художественном совете зарубили, ну, как бы такое есть слово, но не знаю, там, не приняли памятник великой Майи Плесецкой. Автор из Сибири, хороший мужик. Он такой, даже чем-то красивый такой, молодой относительно все. Но не получаю. Вот он нам показывал все это. Ходил несколько раз. Мы не приняли ни разу. Потом я смотрю, мне говорят, уже ее ставят. То есть, там, уже не обращая внимания, кто-то кому-то позвонил, якобы там я слышал. Я сам звонил Миссереру. Я говорю, слушай, там ставят твою родственницу. Ты посмотри вообще в каком. Он говорит, ну, а что я могу сделать? Ужасно, да. Ну, не могу ничего сделать. И вот она сейчас стоит. И бедные люди думают, что вот такая была плесень, да, с вот такими ресницами. Ну, все там, все, что... Ну, и не будем дальше с вами по списку все это перечислять. Перечислить. Когда мы в театре задумали скульптурную композицию, посвященную Олегу Павловичу Табакову, другой кандидатуры, чтобы воплотил это произведение, кроме как рукавишникова у меня не было. Сан Ильянович согласился, сделал потрясающую композицию, очень теплую, нежную, с большой загадкой, с иероглифом внутри этой композиции. Она очень живая. Он находит душу. Душу самого образа. И дальше мы начали тесно общаться. И потом я его еще сманил на дно. Для меня очень важное дело. Я начинал делать спектакль по пьесе Агаты Кристи и никого не стало. Предложил ему быть художником. Первый раз столкнувшись с театром, с театральной декорацией, с театральным пространством, он сделал это уникально. Он никогда не повторяет самого себя. Он все время развивается. Как работает с пространством, с образом рукавишников, для меня это было всегда пределом мастерства. Вас когда ругают и говорят, вот, что это за безобразие, зачем это нужно, уберите, не ставьте. Вы обращаете на это внимание, Александр Леонидович? Ну, в общем, конечно, потому что, там, вот когда с Богом была буча, там, когда-то, в какие годы, это, наверное, 90-е? 90-е, в конце 90-е. Рукавишников, там, сатана, сатану, если хочет, вместо пруда, там же слухи начинают... Да-да-да, циркулировать моментально. Ну, 150-метровый примус вместо пруда будет, и будет стоянка вместо пруда, и там вот это все. Ну, конечно, действует это. Может быть, я был моложе и глупее, я раздражался, и там что-то такое пытался дергаться. А сейчас отвечаете? Да нет, я никому... Нет, я не отвечаю вообще. Человек неконфликтный, и так я как-то... Ну, потом, ну что, у всех свое мнение пускай. Ну, просто понимаете, в чем дело? Люди, которые говорят, вот этого нам ничего не надо, ни Булгакова, ни Табакова, да, они тоже, в общем, ни в чем не виноваты, потому что они выросли... Там было пусто. Мимо Кирилла с Мефодием они ходили в Молочную. Да-да-да. И теперь им Табаков прекрасный. Ну, я вам скажу... Он им не нравится. Им подай, значит... Это я не встречал такого мнения, потому что я сам-то не очень, это... У меня кличка Король Гаджетов. Я ничего не понимаю в этих самых новых... Ну, так я могу что-то там, но не очень. Вот, и мне читали... Студенты читали мне отзывы, ну, там, я не знаю, по-моему, более благожелательных отзывов, чем на Табаку. Нет, я просто пример привела. Нет, я просто... Абсолютно. Нет, мне всем нравится. Все, все там, как раз Табаку, все хорошо. И тоже с Владимиром Львовичем мы там... Он там пытался добиться вот этого места. Ему не разрешали, потому что там коммуникации идут. Владимир Львович. Машков, да. Ему не разрешали. Он ходил куда-то там, унижался. И потом я говорю, ну, давай придумаем, чтобы сверху поставить, как вот без фундамента. Мы так и поставили, кстати. Просто вот... Просто он стоит, как стоит. Ничего не трогает. Александр Свиязов. Как он нам говорил еще в институте, надо не засорять психосферу Земли, а очищать. Сигнал идет, лепишь. Сигнал не идет, все, не лепишь. Потом всегда вот эти вот неожиданные его вот эти вот советы. Он все время говорит, вот тут вот подрежь, лучше будет. Подрезаешь, точно лучше там, допустим. Говорит, а ты сделай так, что ему по голове мешком ударили, и он вот сидит вот такой вдохновленный. Ну, образно там. Или я помню, он там как-то раз что-то нашел какую-то там железочку, там что-то такой раз подошел, что-то там потер, смотрит просто на будущее. Какие там получаются цвета там или вот тонировка там все. И так, таких много всяких моментов вот открытий. Приходит в мастерскую там на Рбате или где-то. У него там стек, скульптурка и лепит просто. Там звонки там идут, а он там лепит себе там спокойненько и, ну, вечно сделает. Ага. Как раз. Скажите, пожалуйста, Александр Иванович, как по... Ну, это парень незаурядный. Как вот эту незаурядность распознать в студенте? Нельзя это распознать. Я считаю, что нельзя распознать. Это тоже зависит от интеллекта, от какого-то вот желания, осведомленности, там, насмотренности. Много там факторов. Работоспособность. Еще надо не спиться, еще там что-то. Ну, да, понятно, понятно. Много очень, да, совокупности. И вот вы мне скажите, то есть вы когда хотите сделать памятник Высоцкому или Шолохову, вот вы с чего начинаете? Я начинаю с этого, с изучения. То есть вы обчитываете вокруг? Да, да, обчитываю, да. Ну, вот Шолохов, как вам сказать, не входит в круг моих любимых писателей. И памятник наталкивает тебя на то, что ты перечитай-ка Шолохова. Перечитал я Шолохова. Даже поднятую цель, ну, не только «Тихий дом», поднятую цель. «Тихий дом» и «Великий роман». «Великий роман», да. И понимаешь, что это послевкусие, да, слово не люблю это, но, в общем, тут оно уместно. После школы. Осталось. Да, потому что так тебе его преподавали, видимо, что у тебя осталось уже заведомо какое-то... Оскоминное. Оскоминное, да. И вот памятник натолкнул меня на то, что я стал читать его, и теперь зауважал. Ну, и начинаешь ты читать, изучать, и все. Но некоторые там моменты, какие-то там задачи там поставлены. Вот Шолохов, понятно, там реалистическая, там, в принципе, фигура, но там просто нужно было придумать какой-то ход. Я вот придумал с этой лодкой, там тоже орали-орали. С этими лошадьми плывущими. А там слой воды должен там быть от пяти до семи сантиметров. Вот где лошади плывут, да? Да, да. Тогда понятно все. Греющие какие-то элементы, лодка должна греться, чтобы все это текло, парило, когда холодно, пар, там такая сказка такая. Да, да. Ничего не работает. Ни фига, ни лампочки вот эти, которые синие там, лампочки, которые там похожи на что-то, на ассоциацию какую-то с доном там и так далее. А когда задача, вот я сейчас, вот только что я в Сербии закончил, громадный памятник, ни на что не похожий, вообще такой ноу-хау. Такой Стефан Немани, это такой их и святой, и воин. Вот, но это вот как будто я войну мы выиграли с ребятами, потому что там и по срокам, да, по всему, это масштаб, объем, там и мозаика, и, я не знаю, там и золочение, и там какие-то под землю уходит какой-то посох, который нужно, там смотришь, и там система зеркал, чтобы ты видел, что он как бы идет туда, к Америке там все. Ну, вот и все. И когда это заканчиваешь, ну, конечно, как бы, гора сплечь, потому что ты боишься, что ты подведешь, ну, там заказ президент, ну, как бы лично президент, ну, там все это. Конечно, страшно. Уровень такой, да. Примут ли люди? Ну, слава богу, все там закончилось, так что это такое. Ну, так же по-разному. Но это интересно, по крайней мере. А у вас дети тоже скульпторы? У меня один ребенок, взрослый дядюшка, значит, 46 лет, скульптор. А девушка, она у нас, ну, типа веб-дизайнер, хотя она сейчас и мультипликацию делает, и как сейчас модно, в Лондоне сидит. Ну, тоже я надеялся, что кто-нибудь из детей будет барменом, или что-нибудь там, не доливать, там чуть-чуть, раз там, а вот опять, и я на нее надеялся, потому что она закончила здесь, в университет, факультет журналистики, и ее вдруг, значит, раз, и опять в это, в изобразительное, что такое, не везет. Не везет. Что такое, в кого она, не везет. Да, да, и сын непонятно в кого, и дочь непонятно в кого. У вас есть схема какого-то, в самом простом смысле слова, в бытовом, идеального выходного дня? Ну, мало у меня таких дней, но когда я уеду, я счастлив там, да, и там я уже не вспоминаю ничего, и специально даже не строю этих мастерских никаких там все это. Мало у меня таких выходных дней, потому что все у меня тянет там все равно. Они же тоже живые эти, которые это уже там... Конечно. Они тоже тянут. А где этот скульптор? Да, да. Чего ж он нас бросил? Да, я все-таки думаю, ну ладно, зайду, посмотрю, что там я вчера понаделала. Зайду-ка я так раз, и вот тут главное вовремя убежать, да, свалить. Ну, а так я что, я люблю читать. Зима на лыжах, можно покататься в горных, там эти там, поплавать там еще чуть-чуть. Прекрасно. Спасибо вам большое, Александр Иванович. Очень я рада была с вами поговорить. Я желаю вам, которые вас окружают, да, чтобы они вас тянули к себе, а вы бы вырвались и говорили, я буду отдыхать, но они бы все равно, чтобы вас перетягивали. Да, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Очень приятно. Говорят, талантливыми людьми не рождаются, а становятся. С Александром Рукавишниковым все ровным счетом наоборот. Он уже пришел в этот мир с огромным талантом создавать прекрасное. И доказательством тому служит его искусство, которое мы имеем счастье созерцать сегодня, в наше время. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok